Восток дело тонкое. Недавно появившаяся загадочная певица Сивара уверенно завоевывает все больше и больше поклонников. Наш спецагент Стас Новос встретился с восходящей звездой накануне ее сольного концерта и подробнее разузнал о том, как можно неожиданно ворваться в наш шоу-виз и не заболеть звездной болезнью. Большинство услышало имя певицы Сивары после ее участия в проекте «Голос». Однако мало кто знает, что успех и мировая известность пришли к ней задолго до этого. Она сотрудничает с легендарным музыкантом из «Дженеси» с композитором и продюсером Питером Гебриелом. Ею восхищалась сама Алла Пугачева. Тяжело сегодня куда-то пробить, но держись и победа будет за тобой. А тексты для одного из ее альбомов писал Борис Гребенчиков. Сивару без преувеличения давно можно называть звездой мирового уровня. У меня появилась еще одна территория в жизни – это Россия. Потому что до этого я моталась больше в Европах, в Америке каталась там и так далее с концертами в эту область. Для меня не совсем изведанная Россия. И она, конечно, меня покоряет отношением, отношением людей. В ее архиве есть награда престижная премия BBC World Music Award в категории «Лучший азиатский артист». А у нас в стране певица покорила зрителей, выстрелив на шумевшем музыкальном шоу, где она заворожила всех своим пробирающим до дрожи голосом. И еще один рекорд – Сивара стала первой и единственной финалисткой телешоу, которой с аншлагом собрала свой первый сольник. И вот спустя полгода второе сольное выступление. Или не совсем сольное. Приедут кое-какие ребята, кое-откуда. Возможно, будет участие каких-то артистов. Не каких-то артистов, а очень крутых артистов. Так что приходите 30 ноября в Международный дом музыки на отчетный концерт артистки под названием «Новый шелковый путь», где Сивара представит большую сольную программу и, конечно же, не обойдется без сюрпризов. Стас Новос, Влад Шумахер, ПРО Новости.